Добрый день, уважаемые коллеги! Я, как всегда, рад вас приветствовать на нашем очередном вебинаре, вебинаре Директ Академии. И, как всегда, в самом начале, перед тем, как передать слово нашему спикеру, я хочу поделиться двумя ссылками, которые располагаются в самом начале нашего чата. Первая ссылка ведет на наш сайт Директ Академии на расписание, которое сформировано до конца июня 2018 года. В этом расписании, конечно, еще есть некоторые неопределенные места, и они будут заполняться, будут заполняться хорошими, качественными спикерами. Но, в целом, расписание сформировано, им можно уже пользоваться. И можно записаться на все вебинары заранее, что я вам и предлагаю делать. Второй пункт – это вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube. И там, через некоторое время, точнее, уже сегодня вечером, будет опубликована запись сегодняшнего вебинара. На нашем видеоканале в YouTube уже более 240 записей вебинаров, и это будет последний из них. Так что подписывайтесь на наш канал и будете всегда в курсе всего, что там происходит. Я хотел бы проанонсировать два следующих вебинара, которые состоятся у нас. В чате сейчас одну минутку, поменяю цвет. Вот они в чате, я их воспроизвел. Завтра будет вебинар «Марина Орешко. Мобильные устройства. Инструкции по применению в библиотеке». Ну, Марина, как всегда, собирает достаточно большую аудиторию. Я вам советую на ее вебинары ходить. Она у нас постоянный ведущий. И 13 февраля, во вторник, Юрий Николаевич Белоножкин продолжит свою тему про аватаров и расскажет нам про аватаров онлайн-педагогики. Тема будет называться «Подготовка учебных аватаров своими силами». Ну что ж, мои объявления исчерпаны. И я хотел бы предоставить слово Елене Локтевой, нашему сегодняшнему спикеру, которого я с большим удовольствием пригласил на наши вебинары. Не знаю, почему раньше мне такая идея не приходила в голову. Ну вот, к счастью, Лена согласилась. И сегодня мы услышим ее вебинар «Дополненная реальность в учебных материалах». Я сам его с удовольствием послушаю. Лена, прошу на связь. Так, давайте проверять звук, связь. Если вам меня видно, слышно, посмотрите, пожалуйста, на кусики. Прекрасно, прекрасно. Ну да, или смайлики. Кто что любит, хорошо. Так, ну что, сегодня с большим удовольствием вас приветствую, с большим удовольствием участвую. Сразу хочу сказать, что тема, о которой сегодня пойдет речь, это тема, которая меня будоражит примерно с марта прошлого года. Я еще сама в ней делаю какие-то первые робкие шаги. Больше пока исследовательские, нежели там, чтобы я сейчас прямо показала бы вам какие-то свои проекты. То есть, но работа над этим идет. И мне, ну, сегодня хотелось бы поделиться своим отношением, да, и своим видением этой темы. И, возможно, кому-то у вас будет полезно, и вы найдете что-то, ну, какие-то инсайты, какие-то идеи для ваших курсов и для ваших учебных материалов. Итак, я заранее прошу прощения, что я не знаю, такая вот ситуация не очень. Значит, да, Галина, презентация в конце вебинара будет в ресурсах. Сможете ее скачать и посмотреть. Итак, вопросы, которые мне хотелось бы затронуть сегодня. Во-первых, что такое дополненная реальность, потому что даже в сообществе, которое вроде как интересуется темой, часто путают дополненную реальность, виртуальную реальность и так далее. Значит, где она уже активно применяется и что вообще требуется и как это можно вообще использовать в образовании. То есть какие-то примеры приведу и немножко погенерировать идеи, как это можно было бы использовать в учебных материалах наших. 4,60 – это я, насколько вижу, Вячеслав Александрович гендерный баланс считает у нас на вебинаре, если я правильно помню, откуда эти цифры вообще взялись. Итак, значит, принцип действия дополненной реальности. Собственно, что это такое? Мы берем некую камеру, неважно какую, значит, наводим эту камеру на какие-то предметы реального мира, которые до этого задаем в качестве таких меток, при наведении на которых камера узнает какой-то образ и, узнавая этот образ, запускает какие-то алгоритмы, которые добавляют к нашей обычной реальности, то есть к тому, что мы видим через камеру, какие-то виртуальные объекты. Это может быть все, что угодно. Ну и таким образом получается, сейчас отвечу на деда, таким образом получается, что мы видим и реальную реальность, то есть то, что мы видим обычными глазами без всяких камер, и какие-то дополнительные объекты, которые, если бы не было камеры, мы бы просто не увидели. Значит, презентация в PDF, насколько я знаю, ну, насколько помню, я во всех вебинарах всегда использую в PDF, еще не было такого, чтобы она у кого-то не отобразилась. Может быть, ну, на худой конец, если хотите, я могу попробовать в качестве теста загрузить презентацию в PowerPoint. Надежда, я как раз на ваш вопрос отвечаю. Так, коллеги, можно мне... Ну, понятно. Хорошо. Давайте тогда я пойду дальше, но если вдруг не получится у Надежды, мы можем поэкспериментировать, запустить PowerPoint-овский вариант. Тоже он у нас подгружен, это будет быстро. Так, итак, принцип понятен. Идем дальше. Что обычно выступает в ролике, через которую мы смотрим на реальный мир, да, и которая добавляет к этому реальному миру какие-то виртуальные объекты? Это чаще всего либо мобильное устройство, либо очки дополненной реальности. Я думаю, про Google очки слышали все. Часто, например, кто помнит фильм «Терминатор», когда «Терминатор» ходил и как бы показывали его глазами, да, вот что он видит, и у него там считались расстояния до какого-то объекта, какое-то сканирование закончено, та-та-та-та-та. Это вот тоже как раз такой пример, да, что есть какая-то реальность, но через оптимальные очки к ней, к этой реальности, добавляются какие-то вспомогательные объекты. Значит, мобильное устройство тоже сейчас очень популярно. Одно из самых популярных приложений, про которые, ну, наверняка многие слышали, это Pokemon Go, то есть приложение, если помните, был большой шум насчет них, что при наведении там в определенных точках мобильника на какие-то объекты появлялись покемоны, надо было их ловить, там что-то разводить, значит, и появляться они могли в самых разных местах. Много было шума по поводу того, что это такое специальное приложение, чтобы собрать тайную информацию с каких-то мест, но так или иначе суть не меняется. Вот у меня на самом деле пример вполне безобидного варианта, где есть приложения, которые используют для проектирования интерьеров, то есть когда у нас есть какие-то образцы мебели и есть какая-то комната, то, используя вот дополненную реальность, наведя на эту комнату телефон, мы можем увидеть, как там кресло или какой-то аппарат или какой-то шкаф будут смотреться в этой комнате. Вот, таким образом мы либо смотрим через специальные очки, либо через мобильное устройство, это санкет или планшет. Итак, несколько примеров, как используется дополненная реальность в этих отраслях уже сейчас. В рекламе очень активно, очень много всяких разных способов, когда, например, на какой-то упаковке появляется вот эта метка. Метка – это, как правило, какая-то картинка, которая очень четко должна быть распознаваема, то есть никаких размытых таких фотографий, вот не очень подходит, вот QR-коды, штрих-коды, это вот больше подходят такие вещи, которые очень четкие, да. Чуть-чуть залипает звук. Понятно. Ну, здесь не знаю, Евгения, чем помочь. Вот. У меня на слайде такой очень симпатичный пример. Тоже залипает. Ну, не знаю, коллеги, чем помочь, да. Могу чуть медленнее попробовать говорить. Хорошо. Итак, у меня на слайде пример одного аквариума, аквариума в Токио. Ну, аквариум, понимаете, да, это такое место, где всякие морские животные, рыбки, пингвинчики, ну, вот это вот все, да. И вот в Токио есть такой большой красивый аквариум, он находится недалеко от одной станции метро. И, значит, в 100 метрах что-то такого плана. И они придумали такое приложение, как приводить клиентов в этот аквариум. То есть, когда вы на станции наводите телефон там со специальным приложением на какую-то метку, появляются пингвинчики, и эти пингвинчики двигаются в сторону аквариума. То есть, вы можете просто идти за этими пингвинами, они вас приведут ровно в этот аквариум. Ну, то есть, не заблудитесь и мимо не пройдете. Причем, да, если что, скажите, я перегружусь и попробую с другого интернета зайти. Конец. А они там, Евгения, там так интересно, что, насколько я поняла, там не нужно дорогу переходить, как раз по переходу, и потом где-то выйти в нужном месте, и доходишь до аквариума. Вот, то есть, они вас любят ровно туда, куда вам нужно. Вот, делают они это очень мило, то есть, они шагают, как настоящие, и вот за ними можно и дойти. То есть, если вы потеряли направление и заблудились. Вот. Еще пример не из рекламы, для игр. Ну, игры – это вообще такая индустрия, которая сейчас очень можно развивается. Обязательно расскажу, Наталья. Я просто должна вам привести много примеров, и, пожалуйста, я хочу всех, ну, как бы попросить. Вот я вам привожу примеры не из образования. Это совершенно не означает, что вы не можете придумать, как это использовать в образовании. Хотя образовательные примеры я тоже приведу. Это удобно, но иногда опасно. Про опасность мы, Евгения, тоже поговорим. Итак, как используется в играх. Очень много всяких способов и программов. Значит, вот у меня сейчас на слайде пример игры. Я попробую здесь, может, не очень хорошо видно, это я понимаю. Значит, смотрите, здесь вот есть такой человек. Да, значит, этот человечек ходит по, ну, такой тут целый замок на самом деле, выстроен с переходиками, с мостами и прочее, и прочее. Вы наводите мобильный телефон на этот, ну, на какую-то метку, появляется вот этот замок со всеми мостиками, дорожками, и человечек, который шагает, он должен пройти, ну, вот по всем этим дорожкам, из одной точки в другую попасть. И здесь вот, если вы присмотритесь, есть такие вот цели, да, когда вы под определенным углом повернете мобильный телефон, эти цели из кусочков составят целое, и мостик сомкнется тогда, да, то есть сейчас вот видно на картинке, что он как бы вроде как на расстоянии, но под определенным углом он сходится, и тогда человечек может по этому кусочку пройти и идти дальше. Если вдруг он не может, то есть он уперся, что он дальше не может идти, то он, ну, получится на месте или шагает в обратную сторону, то есть надо его быстренько вернуть обратно, чтобы он мог пройти дальше. Пример образовательной игры настольной, где использовалась дополненная реальность, играла я, у нас ребята в Беларуси разработали игру историческую про Великое княжество Литовское. Идея в том, что вы выбираете, за кого из четырех великих князей литовских вы играете. Есть карта княжества, земли, и, соответственно, выигрывает тот, кто захватит больше земель. Чтобы захватывать земли, есть специальные карточки со штрих-кодами определенными как раз для приложения дополненной реальности. Вы наводите штрих-код, телефон на штрих-код, и по этому заданию, по этой карточке генерируется тестовый вопрос по истории Великого княжества Литовского. Если вы знаете ответ на этот вопрос, то отвечаете правильно, и, ну, вам, соответственно, какой-то бонус, и вы можете захватить какой-то кусочек земли, да, какую-то потом, соответственно, область при определенном, и вы становитесь князем этой области. Если не знаете, то, ну, соответственно, какой-то штраф иногда можете заплатить. Ну, и в некоторых случаях есть карточки, на которых надо выиграть бой. То есть вы и какой-то из князей начинаете бороться за эту землю. То есть тестовые вопросы получаете и вы, и он. Кто на большее количество вопросов правильно ответит по истории, да, соответственно, ВКЛ тот и становится владельцем этой земли. Да, презентацию можно будет скачать. В конце вебинара я открою доступ. Вот. То есть, в принципе, игры-игры, но я сама играла в эту игру. Там сидели и играли взрослые люди. Реакция была такая же, как нам рассказывали, что происходило в школе, когда со школьниками играли. Сегодня приду домой, буду читать историю Великого княжества Литовского. То есть стало интересно, кто вообще из князей где был, чем правил, какие-то исторические факты. И оказалось, что там действительно очень богатая история. И люди действительно... Я полезла вечером читать историю Великого княжества Литовского. Настолько это было... Такая простая идея, но вроде как тесты, да, вроде как... Но ты понимаешь, что своими знаниями ты можешь кого-то победить, у кого-то отбить землю, да, стать там владельцем чего-то и получать какие-то бонусы. Дальше. Для шоу очень... Да, да, вот Евгения, тоже вот интересный, хороший пример. Там вот в такую игру как раз... ...интересных шоу проводится с дополненной реальностью. Вот у меня на фотографии вы видите девушки и волк. Волка, конечно, в реальности нет. Он просто виден при наведении на определенную метку. Он появляется. И они настолько реалистичны, что вот видите, что девушки их пытаются гладить, этих животных. Был такой интересный проект в каком-то торговом центре. Канал National Geographic проводил такое шоу, где метка вот для распознавания, она была нанесена прямо на О. И вы когда рядом с ней оказываетесь, ну и там наводите определенную камеру на эту метку, то начинают появляться самые разные животные. Динозавры, какие-то тигры, пингвины приходят. Они все с вами заигрывают. Потом может появиться как раз какое-то атмосферное явление, что там облака какие-то, дождь, гроза. Ну то есть очень так было интересно. Да, они все очень органично. Но здесь уже, конечно, нужны очень качественные 3D-модели придумать вот для таких шоу. Но еще пример шоу. Вот буквально вчера видела такой интересный ролик, когда людям дают такие плакаты, на которых метка. И при наведении на эти, ну как бы на камеру, то есть когда распознает камера, то появляется возможность сажать траву, сажать деревья и так далее. И вот тоже там какая-то есть область, и вам нужно эту область засадить деревьями, то есть создать там такой микромир, да, населить его там. Ну это тоже там что-то экологическое какое-то, шоу было, и вот как вы показывали, как это все делается. Вот люди, получается, бегали с этими метками, с этими плакатами, надо перемещаться для того, чтобы засаживать вот здесь, вот здесь, вот здесь. И там надо не один человек, а два, а три. То есть такая командная работа получается очень интересно. Да, да, Светлана, там тоже вот слышала про эту тему. Значит, для спорта наверняка кто увлекается, вот я сама хоккейная болельщица, и сейчас вот уже тоже часто вы смотрите видео, да, какой-то видеофрагмент, и вот можно там навезя камеру там со специальным приложением видеть вот расстояние между хоккеистами, какие-то дополнительную информацию, там, ну, что-то, что важно для болельщиков, чтобы разобрать момент, да, чтобы понять, что в этом моменте случилось. Для начинающих болельщиков это вот вообще замечательная тема, потому что, ну, помогает лучше разобраться в том или ином виде спорта, что и почему кто делает, да, и какие вообще законы действуют. Для транспорта вот тоже пример, видите, такой камеры, когда при наведении на, ну, то есть, получается, на специальном экране появляются вспомогательные какие-то метки для навигации, которые помогают посадить самолет, да, вот это тот пример, который здесь есть у меня. Есть такие же примеры, таких же экранчиков уже для автомобилей, да, которые помогают и навигации, подсказывают, где там впереди что, да, ну, и как бы, получается, какие-то вспомогательные объекты вам генерируют, по которым, ну, соответственно, безопасность вот этого, этой поездки, да, сильно повышается. Вообще основное ради чего надо вообще использовать и основная цель, да, которая, основная возможность и дополненной, и в виртуальной реальности, это именно безопасность, да, то есть создание безопасной среды, в которой можно, то есть которая сама тебе помогает и в которой ты можешь экспериментировать, не боясь ничего сломать или испортить, или что-то еще, да. Виртуальная реальность от дополненной, в общем-то, отличается тем, что вы, как правило, уже в каком-то шлеме, да, и реальной реальности, реального мира не видите вообще, то есть вы видите только то, что выдумано, то есть только полностью погружаетесь в виртуальный мир. Дополненная реальность это микс, да, и реальности живой из мира, да, нашего и каких-то виртуальных объектов. Виртуальный, только виртуальный объект. Но это тоже очень интересная тема. Сегодня подробно не буду приводить примеры, но есть уже примеры, когда обучают спасателей, например, там, одеваешь такой шлем и вот ты уже стоишь на крыше горящего дома, там надо спасти человека из окна, кричить там ребенок или еще что-то, или какие-то действия, которые ты будешь предпринимать, как ты будешь ходить. Навигация та же, транспорт, все это виртуальной реальности тоже помогает тренировать. Ты не упадешь с крыши горячего дома и не обожжешься, вот, хотя уже даже появляются не шлемы, а костюмы виртуальной реальности, которые вы одеваете вместе со шлемом, и там уже этот костюм, у него есть датчики, он и температуру может менять, он может стать очень холодным, чтобы в холод попали, или наоборот, там до 60 градусов, по-моему, он чуть ли не нагревается. В каких-то местах может где-то сдавливать вас, каких-то наоборот, что-то там как-то дергать, да, ну и получается, что вот и тактильные какие-то ощущения вы можете получить в таком костюме и шлеме, то есть вы и погружаетесь в реальность не только визуально, да, но и тактильно. Это очень такие интересные проекты сейчас уже есть. Вот. Для СМИ тоже достаточно популярно, например, на обложках журналов, обложка журнала уже может быть меткой, и если вы подписаны на какое-то издание, ставите специальное приложение, наводите на обложку и человек, который на этой обложке что-то анонсирует, рассказывает, если это певет, он может что-то спеть, да, свой новый хит какой-то, который еще пока нигде не вышел, а вы можете послушать. Ну и так далее. Для газет используется таким образом, что, ну, там, допустим, есть какая-то статья, какой-то материал, если вы хотите там интервью послушать, вот, видео, да, едете в метро, то просто запустили это видео, навели на фотографию того, у кого берут интервью, и смотрите это видео более подробно. Соответственно, полный текст интервью уже можно не печатать в самой газете, можно печатать только анонсы, и, ну, соответственно, даже какая-то экономия есть в некоторых случаях, да, ну и, кстати, обучающие материалы, раздатки уже тоже делают таким образом, что вы, ну, в учебном материале появляются какие-то картинки, наведения на которых, там, допустим, по физике, да, запускает физический эксперимент, который вы можете посмотреть, и в котором можете поучаствовать, то есть выбрать какие-то реактивы, что-то подобавлять, поперемешивать, посмотреть, что будет происходить. Так, значит, и для образования тоже достаточно уже примеров. Здесь вот пример очень такой, забавный, обычные кубики с буквами, да, но если вы составляете знакомое для приложения слово, то появляется, соответственно, картинка, образ того, что за слово вы составили. В нашем случае это котик. Вот, видела еще подобное одно интересное приложение по химии, когда на одной карточке, допустим, написана там, молекула водорода, то есть H, на второй O, и если вы берете две карточки, то есть берете карточку H, наводите телефон, то он вам показывает молекулу водорода. Берете O, молекулу кислорода. А сложили три карточки, два H и одно O, и вот он вам показывает молекулу воды и говорит, это вода, да, то есть распознает таким образом химические элементы. И вы можете, получается, и составлять эти химические элементы, и посмотреть, как выглядит, ну, на модель вот этой молекулы, как она будет выглядеть, то есть молекула там меди, там, или еще что-то, медного купороса и так далее. То есть такие вот тоже интересные приемы. Есть образовательные приложения, которые позволяют, вот для маленьких совсем, они позволяют изучать различных животных, да, такое виделообучающее приложение, где наводите тоже на кубик, появляется, на картинку с обезьянкой, появляется обезьянка, а дальше надо изучать, ну, что она кушает, с кем она дружит, с кем она не дружит, ну, и вы можете к ней пододвинуть картинку с бананом, и если, ну, обезьянка обрадуется и будет есть банан, но если вы пододвинете к ней то, что она не ест, она отказывается и как бы говорит, нет, это не мое. То есть таким образом, вот для маленьких деток тоже интересное приложение, которое позволяет, ну, таким образом изучать. они читать не умеют, но визуально же они как бы как раз понимают, что вот бананы, вот обезьянки, вот котики, котики едят это, мышки это. Ну, и на уроках, в начальных классах это очень, видела, как тоже такой видеоролик был, как это используется. Вот, то есть, видите, что способов применения этой дополненной реальности, я вам только привожу, то есть этих примеров, их очень много. Если вы просто даже, ну, заинтересуетесь темой, пойдете в интернет, погуглите, даже на ютюбе куча интересных роликов. Единственное, что хочу вам сказать, что вот даже я искала много примеров образовательных, ну, поскольку я сама занимаюсь образованием, мне очень было интересно, что в эту сторону сделано. Хочу сказать, что, в общем-то, основная часть этих приложений, которые я видела, ну, так, даже давайте вот между нами говоря, да, вот пример для СМИ. Если уж я беру мобильник для того, чтобы запустить видео, и мне для этого понадобится приложение вот этого СМИ, то, ну, я, ну, точно так же с таким же успехом могу запустить видео в самом этом приложении. Мне не нужно еще и бумажку с собой носить, чтобы наводить, да, то есть, как на мой ум и взгляд, я бы не особо этим пользовалась в таком виде, да. Аналогично про учебные материалы. Да, я видела раздаточный материал, где наводишь там на лектора, и он начинает рассказывать лекцию. Но это говорящая голова. Извините, говорящую голову гораздо проще не наводить на бумажку, а просто урок на YouTube, дать ссылку на канал, и люди будут смотреть на ту же самую говорящую голову, не добавляя ни новых приложений к себе, да, и без необходимости таскать какой-то фундаментальный труд с собой, да. Другое дело, если мы добавляем как раз то, ради чего это дополненные виртуальные реальности создавались, когда появляется что-то, что я с собой носить точно не буду. Если это физика или химия, то вот они, колбочки, пробирочки, спиртовочки, да, и так далее. И мне надо выбрать что-то, и я это, ну, смешиваю, пробую, да, и смотрю, что получится. То понятно, да, такие вещи я с собой таскать не буду. и если у меня есть учебник, то, как говорится, и слава Богу, я проэкспериментирую без лаборатории прямо дома. То есть, такие примеры есть, но много пока примеров, которые, ну, в большей степени, скажем так, ну, они более развлекательные, чем методически обоснованные, да, то есть, в каких-то случаях я смотрю и я понимаю, что пример, когда появляется плакатик, ты наводишь на этот плакат телефон и появляется тестовый вопрос, и ты на него ответил, и он тебе говорит, да, правильно, нет, неправильно, но это не совсем тот пример, когда надо притаскивать дополненную реальность. Но для каких-то вещей все-таки можно было бы это делать, и, ну, то есть, все должно быть на своем месте и уместно. Так, теперь, что касается того, все это здорово, да, как это сделать, можно ли это сделать самим, или это пока все очень дорого и сложно. Значит, на самом деле, давайте рассуждать так, мы говорим о том, что дополненная реальность требует от нас камеры. Это либо мобильное устройство, либо очки специальные, да, специальные шлемы дополненной реальности. Да, очки дорогие. Скажу больше, вот на том, в мае прошлого года я ходила на хакатон, где попробовала на себе шлем, и, да, это был шлем для здорового человека. Мне с моим астигматизмом просто в этом шлеме стало плохо, потому что была очень нечеткая картинка, я постоянно напрягалась, и в итоге у меня стали болеть глаза, и меня стало укачивать. Прямо вот, в прямом смысле. я просто там должна была проехать какую-то гонку за пять минут, я проехала полторы-две минуты, сказала, ребята, снимайте, потому что я не могу в этом находиться, мне плохо. тем не менее, эта проблема известная, и есть разработчики, которые ее пытаются решать, появляется уже, вот, видела недавно анонс, где-то вот, может, пару недель назад в Фейсбуке мелькнул, что появились очки для всех, то есть они, так и говорят, для любого зрения, вот, и, видимо, они настраиваются, да, то есть как наши реальные очки под наше зрение подобранные, так, видимо, и эти очки. С другой стороны, еще не так давно, буквально пару лет назад эти очки дополненной реальности были вообще неподъемные практически, стоили там по 10 тысяч, по 15 тысяч долларов, и, ну, понятно, что это было очень так для избранных, на попробовать, и массовым бы этот продукт, безусловно, не стал, то есть очки под наше зрение по цене автомобиля, но автомобилем ты пользуешься, там, для понятных целей, а очки, то есть это должны быть какие-то очень весомые причины, чтобы их использовать, и с учетом, что это пока только для развлечений, в основном, ну, больше всего для развлечений и для игр, то, ну, было это, не имело смысла. Но сейчас хорошие очки можно купить за тысячу, за полторы тысячи долларов, и это всего за пару лет произошло, то есть теперь начало у нас были только Google Glass, и они анонсировались как что-то крутое, но если кто-то придумал Google Glass, кто-то может их повторить, то есть производители этих очков становятся все больше, равно очки становятся все дешевле. и я совершенно не удивлюсь, если еще через пару лет можно будет купить совершенно крутые очки за, там, не знаю, 150-200 долларов, да. Вот. Это тоже как с телефоном. Вот телефон, смартфон, это более доступная вещь сейчас, хотя еще, ну, не знаю, сколько лет назад, может, лет 10 назад это было такое дорогое удовольствие только для очень обеспеченных людей, да, сейчас чуть ли не у каждого школьника он есть, да. Да, понятно, у кого-то покруче, у кого-то похуже, но сейчас уже можно купить смартфон за какие-то совершенно смешные деньги, не за 300, не за 500 долларов, как когда-то, ну, те, кто хотел, покупали. Соответственно, дороговизна – это не тот фактор, который должен нас останавливать от экспериментов в этом направлении. Одно время заниматься такими проектами, чтобы заниматься ими, нужно было подключать довольно серьезную команду разработчиков. Вы понимаете, что вот... Да, 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 совершенно верно, Евгения, котик, который здесь нарисован, это нетрудно, это тут не нужен крутой художник, и есть огромное количество стоковых картинок, которые можно брать бесплатно и использовать, да. Вот волк, да, такого волка сделать, как я вам показывала, сейчас найду его еще раз, это уже высший пивотаж, это уже должен быть очень-очень крутой дизайнер. И еще недавно, ну, да, тех, кто мог сделать такого волка, можно было по пальцам одной руки. Возвращаются целые библиотеки, готовых 3D-моделей, и если в нашем случае, да, мы обратимся к этим библиотекам, там можно найти практически все. Нам для проекта со студентами понадобилась панда, мы нашли какой-то бесплатный сток, там эти панды были на любой вкус, от очень-очень-очень реалистичной, за, по-моему, там то ли доллар, то ли два, то есть это вообще не разговор, да, если бы мне нужна была вот такая суперреалистичная панда для приложения и до, ну, такой мультяшный, простой, как, не знаю, как мы думаем, шарик, да, который, в общем-то, и самому в 3D-максе можно довольно быстро сделать, ничего сложного. Вот, то есть сейчас эта ситуация тоже упрощается. Если раньше, да, нужны были хорошие дизайнеры, художники крутые, да, то сейчас много накопилось библиотек, где можно взять готовые. Плюс я покажу вам сейчас один, ну, как покажу, я, к сожалению, только скриншотами, но кто заинтересуется, посмотрите сервис и приложения. Их много, я покажу только один, но заинтересуйтесь, я уверена, вы найдете их очень много, уже куча появляется, которые как раз приближают нас к тому, что и дорогой разработчик скоро будет не нужен вообще. Значит, есть такой сервис zap.works, можете потом посмотреть, и к нему есть бесплатное приложение, оно и на Google Play есть, и для айфонов, Zap. Значит, это приложение, это сервис, вернее, вот Zap.works, это сервис для создания приложений дополненной реальности. Даже не приложений, а по сути того, что может быть, то есть вот самих этих картинок, а уже сам вот этот Zap.works, мобильное приложение, распознает определенный код и появляет, загружает все, что нужно, то он и создает уже эти ситуации. Это онлайновый сервис, Zap.works, и в нем есть, ну, два режима, помню точно. Один режим называется режим дизайнер, второй режим, режим, режим разработчик. Вот режим разработчик, это вот прям программирование, там среда, сошел, и буквально пишешь потихонечку коды какие-то, прошу прощения. И там, да, там надо все-таки немножко уже программирование подключать. А режим дизайнер, он очень похож, по сути, на PowerPoint. У меня есть скриншот, здесь очень плохо видно, может быть, да, сейчас для кого-то, но потом посмотрите и презентацию скачайте, там, может быть, покрупнее посмотреть. Значит, я вам пока так покажу, да, то есть вот рабочая область какая-то, значит, вот у меня сцена, да, вот этот прямоугольник, это сцена. Я на эту сцену загрузила фоновую картинку и натыкала, вот там вот этот человечек, улыбающийся с девушкой, натыкала разных объектов. Какие объекты, список их здесь. У меня самый простой тариф, там бесплатный какой-то вариант, где можно добавлять на вот эту картинку тексты, картики, фотоальбомы, видео, кнопочки, значит, что-то там еще. А, календарь, контактную информацию. Вот здесь, где моя голова торчит, да, вот здесь как раз как визитка такая, что есть, да, там бесплатное тестирование. И для образовательных учреждений, я вот, кстати, под них не подхожу, потому что, как бы я так, коммерческом образовании, а если вы работаете в университетах, да, или в школах, то для образовательных учреждений там особые условия, по-моему, 240 долларов в год, да, стоит полнофункциональный, то есть там, кроме вот тех элементов, что я перечислила, там уже 3D-модели можно добавлять, и много чего еще интересного. Значит, интерактивы какие-то делать и так далее. Значит, я на эту картиночку вот натыкала, вот у меня календарь, вот у меня кнопочка, вот моя визиточка, вот они сцены, я сейчас на первой, на второй сцене у меня промо-ролик, то есть вот сделала такой анонс своего курса по бизнес-анализу, который я вот веду на платной основе. Значит, получается, что есть картинка, курс называется «Бизнес-анализ на пальцах и стикерах». Я подобрала картинку, где красивые люди пальцами клеят стикеры на стекло, им хорошо, они улыбаются, и при наведении на эту картинку появляется моя визитка, вот эта нижняя, появляется календарь, который кликабельный, то есть можно добавить себе там куда-то, там, в Outlook, по-моему, или еще куда-то. Кнопочка записаться ведет прямо на страницу, где продаются билеты, ну и есть кнопочка, которая позволяет перейти на следующую сцену посмотреть подробнее. Значит, на второй сцене у меня большой промо-ролик, и тоже под ним кнопка записаться. То есть, в принципе, я просто сделала маленький флайер, который вот можно было бы раздавать для, ну, на какой-нибудь семинаре, на выставке и так далее. Это, кстати, одна из тоже идей, которую используют, появляются визитки, где вы просто, ну, как вот бывает, визитками пообменивались на конференциях где-то, да, а потом сидишь, боже мой, этот человек кто, я его откуда знаю, да. Если бы мы, там стоял бы вот такой зап-код, и вы наводите мобильный телефон на этот зап-код, и человек начинает говорить, здравствуйте, мы, я такой-то, мы с вами могли общаться на какие-то темы, я готов вот сотрудничать по каким-то направлениям, и вот такая аудио- или видео-визитка, да, она бы помогала вспомнить, кто вообще здесь, кто все эти люди, да, потому что у меня, например, таких визиток с разных конференций очень много, какие-то люди очень ярко, я их помню, а какие-то, ну, не ярко, я думаю, такая проблема есть у всех. Значит, теперь давайте немножко по, попробуем генерировать. Да, вот это вот приложение, которое я назвала раньше, да, вот этот зап-код, это бесплатное приложение, оно устанавливается, оно как раз распознает по коду, там получается картинка, плюс зап-код, он генерирует там свою специальную метку, она как-то такая круглая, интересная, со штрих-кодиком там, со своим, да, уникальным, и по сути он вам как бы ее, для вас ее генерирует, вы ее вставляете на эту картинку, а дальше делать техники, мобильным телефоном надо попасть на эту меточку круглую, а дальше уже начинают происходить все эти чудеса. То есть реально процесс создания, видите, очень простой, вот он здесь буквально описан. Вы в режиме, там, допустим, дизайнера все подготовили, вот эти сцены, все переходы настроили, по кнопочкам туда-сюда. Вы добавили вот этот код, он у них с буковочкой Z, а в платных каких-то тарифах можно там свой уникальный какой-то логотип, например, подставить, да, или что-то еще. И дальше вот ZEP, видите, тут на иконке даже написано, что наводите мобильный телефон, он увидел этот кодик, вот этот ZEP, и сразу появляются все ваши вспомогательные объекты, это может быть все, что угодно. В моем самом простом случае здесь, в общем-то, есть много приятных вещей, которые я перечислила, но нет 3D-моделей, то есть вот сделать 3D-лабораторию по химии, по физике, да, или там показать, что такое тело вращения на уроках геометрии, вот здесь не очень, да, если только не видео, да, вот с помощью видео это можно было бы делать. Значит, итак, давайте вот с коллеги у нас осталось какое-то количество времени, попробуем с вами подумать, погенерировать. Вот еще раз перечислила те элементы, которые можно вставить с помощью вот этого сервиса на картинку, и что по наведению телефона на эту картинку будут происходить какие-то вещи, будут появляться какие-то элементы. И давайте подумаем, как это может быть использовано в наших учебных материалах. Что у нас вообще является учебными материалами? Это могут быть какие-то материалы в электронном виде, это могут быть какие-то материалы распечатанные. Я сама недавно столкнулась с такой ситуацией, когда прямо сразу в голову пришло, боже мой, сюда бы сейчас меточку и что бы с телефоном распознать. Я думаю, многие из вас знакомы с таким редактором разработки электронных курсов, как iSpring. И вот я недавно в iSpring делала курс. И мне понадобилось вставить на слайд диалоговый тренажер. Кто в курсе, кто пользовался, понимает, что это такое. То есть конкретный вид объектов, где есть какой-то персонаж, условно говоря, фон, он с тобой общается, есть варианты, что ты ему говоришь, и в зависимости от этого, чтобы куда-то ветвиться по диалогу дальше. В том же iSpring, когда мы делаем тест, то для тестовых вопросов можно задать и картинки, чтобы перед тем, как ответить на вопрос, открыл картинку. И видео, и аудиотекст. Для английских тестов очень хорошо используется на аудировании. То есть послушайте текст и ответьте на вопросы. А в диалоговом тренажере такой возможности нет. И вот я проектирую диалог, и тут до меня, вот я попадаю в такую ситуацию, что вот здесь хорошо бы, чтобы человек перед тем, как отвечать в диалоге, посмотрел бы какую-то картинку или послушал бы какое-то аудио или видео запустил. И я смотрю, думаю, боже мой, но вот тут технически это не предусмотрено. А мне вот прям надо-надо прямо вот с точки зрения методической. И тут до меня доходит, что если бы у меня был фон вот с таким запкодом, с какой-то меткой, и я бы просто сказала, а вот в этом месте подсказка есть, наведите телефон на фон диалога, на вот эту меточку, просмотрите видео, и тогда отвечайте. И дальше мы пойдем по этому тренажеру. то было бы то, что надо. То есть это вот ситуация, где я сама реально столкнулась с тем, что как на слайд, куда это не предусмотрено, все-таки вставить видео, да, или вставить звук. И вот с приложением Zap, Zapr я бы это сделала. Значит, теперь рисунки, фотоальбомы, видео, звуки и так далее и тому подобное. Как это можно использовать для учебных материалов? Я просто вот вчера села, и первое, что пришло в голову, что я придумала. Давайте подключайтесь, попробуем сгенерировать. Про листовку с видео я уже говорила, когда это или визитка, или какое-то что-то. Еще. Берем рабочую тетрадь. Допустим, у вас есть какой-то раздаточный материал. Вот у меня по курсу в бизнес-анализа есть рабочая тетрадь, в которой куча таблиц, заданий, которые надо прямо вписывать там туда, где-то и так далее. Я реально уже вижу, как я могла бы переработать свою рабочую тетрадь. Например, у меня есть по некоторым темам, рассматриваемым в курсе, видеоуроки небольшие. И я могла бы перед заданием вставить меточку, что выполняйте задание. Если есть затруднения, то вот по этой меточке вы можете загрузить видео и просмотреть какой-то дополнительный урок. Опросы. Вот с помощью этих кнопок можно было бы делать опросы прямо по ходу методички. То есть у меня не есть эти опросы, но получается, что оно сделано так, что человек работает с ним самостоятельно, у него обратной связи нет. Если он захочет, он у меня спрашивает. Если не захочет, то и не спрашивает. Но если бы я эти задания переделала в виде вот этих опросов, когда по наведению просто задается вопрос, и он выбирает, ну, какую из кнопок нажать, какой из ответов правильный, и получает сразу фидбэк, то это было бы немножко получше. Альбом – то же самое. Очень много примеров. Вот у меня в бизнес-анализе, я думаю, что в каждом курсе практически такое встречается, когда у меня… Мы изучаем очень много видов диаграмм, потому что аналитики создают документацию, и там должно быть очень наглядно и понятно. И у меня постоянно спрашивают, как бы, есть ли… Примеры. Покажите примеры. А как вот еще, вот еще, еще… Ну, что я могу ставить в раздатку? Ну, могу один пример ставить в раздатку, а могу 10, если я туда подставлю метку с альбомом на примеры примеры вот этих диаграмм, таблиц, да, заполненных и так далее. Значит, ноты. Здесь вообще… Есть, если те, кто учился в музыкальной школе, как я когда-то, да, для меня это было самое страшное, когда тебе дают домашнее задание разучить какой-то этюд, да, или пьесу, или что-то, а ты не знаешь, как она звучит в реальности, и ты иногда знаки музыкальные эти неправильно посчитал, неправильно подумал и выучил неправильно. И приходишь потом на урок, а тебе говорят, да ты не так играешь, здесь пауза, а здесь нет паузы, да. Если бы рядом с нотами была бы вот этой пьесы, была бы меточка, по которой я навела, вот сижу за роялем, навела, послушала, ага, и учусь играть дальше, потому что теперь у меня есть звуковой образ. А если я забыла вот в этом месте, как послушала еще раз, да, вот, пожалуйста, для музыкальных школ, мне кажется, вообще вот элементарная, да, ситуация. Слайды. Очень часто на слайдах мы пытаемся впихнуть невпихуемое, то есть, да, не должно быть много типов информации там, да. Кому-то интересно, интересные факты читать, а кому-то неинтересно. Мы не должны туда впихивать все сами, да. Но если мы поставим меточку, где будет особо, что тут интересные, то любознательные, пожалуйста, и договоримся о терминах, что вот, вот эту метку видите, там задание, вот эту метку видите, там опрос, вот эту метку видите, там еще что-то, то вот, пожалуйста, прямо во время презентации людей можете предупредить, что приложением, если на слайде видите такую меточку, наводить и давайте вот интерактивную презентацию сделаем. Вот, иностранные тексты плюс аудиофайлы. Здесь само за себя говорит, то есть прослушать иностранный текст, да, ответить на какой-то опрос, пожалуйста, можно прямо, вот те, кто, как я, кинестетики, любят в руках держать раздатку, да, а не смотреть в монитор, да и не всегда можно смотреть в монитор, не всегда это получается. У меня реально вот сейчас есть проблема, когда я по здоровью не могу с собой везде носить ноутбук, и я все время ищу компромисс, когда мне надо поехать с ноутбуком, чтобы, ну, до каких-то файлов добираться. Если бы у меня был простой файл, какой-нибудь там маленькая легкая тетрадочка или картиночки, где я навела телефон и получила все, что надо, было бы проще. Значит, для обучения программистов очень часто используются примеры кодов, где есть ошибки, надо их найти. Ты получаешь задание найти эти ошибки, если хочешь убедиться, что да, ты правильно нашел все ошибки, или ты никак не можешь найти какую-то ошибку, что все равно у тебя что-то не работает, вроде здесь правило, здесь правило не работает, то можно наводить на текст программы телефон, если там есть меточка И, он тебе обведет те места, где есть ошибки. То же самое с английским текстом можно было бы делать, да, найдите ошибки в тексте, исправьте ошибки в тексте, русским текстом, белорусским, с каким угодно, да, вот. Либо вот если есть готовый кусочек кода, наводишь на него телефон, он распознает и запускает готовое приложение, которое вот в этом коде описано тоже, почему бы нет. Те же квестинары, господи, я не люблю это слово, но я поленилась долго писать объяснение, да, значит, это вебинары, квесты, да, значит, когда вы можете просто на слайды разставить метки, ну, не на все слайды, а на какие-то, где вы пожелаете, и надо, чтобы человек по ходу вебинара быстренько выполнял какие-то задания, то есть, соответственно, он сидит с телефоном, он вас слушает очень внимательно, и при этом наводит в нужные моменты телефон, он распознает какое-то или задание, или вопрос, или какую-то полезную ссылочку, да, иногда ссылок надо много полезных на слайд впихнуть, не получается, а запкодиком можно было бы сделать побольше, то вот, пожалуйста, вам тоже ситуация, только надо предупредить участников заранее, чтобы они поставили себе это приложение, и были готовы с этим приложением по вебинару ходить. Я, честно говоря, хотела наш вебинар так сделать, но я не сделала по одной простой причине, мне временного ресурса не хватило, чтобы его так проработать, да, но в будущем, один из своих будущих вебинаров я точно хочу попробовать таким образом провести. Вот, и так далее. Это вот только те примеры, которые мне просто пришли в голову на тех элементарных возможностях, которые дает, допустим, такой сервис, как ZepWord. Нет ничего сложного, это делается быстро, просто зашел, подставил какие-то элементы, задал там простейшие настройки, но, да, и QR-коды, по сути, да, это тоже... Чем хороши QR-коды? Вот, когда мы говорим про дополненную реальность, мы говорим о том, что камера наведена на какой-то объект, который она распознает и запускает алгоритм. Чтобы она хорошо распознавала правильно, а может это то, а может это не то, да, вот этот объект должен быть предельно четкой формы, четкий, понятный, однозначный, без каких-то нюансов. Почему QR-коды очень хороши? Или вы, если посмотрите ролики, вы увидите же там прям простенькие совсем QR-коды, не такие вот мудреные, да, как вот с кучей точек, а прям примитивных геометрических форм, из квадратиков состоящие. Но при этом они однозначно показывающие, они очень четкие. Они, как правило, черно-белые, тоже не просто так они черно-белые, потому что очень четкий контур, контрастный, и камера приложения действительно, ну, практически безошибочно определяет, ага, это мы вот это сейчас должны сделать. Поэтому на моем даже примере, где я показала, что я фотографию, он ее распознает, но не фотографию, а именно поэтому туда вставляет код. Уникальный код, только для вот этого конкретного приема, только там, ну, там по сути тоже можно сказать QR-код, но там получается такая круглая эмблемка с буквочкой Z внутри, а по краям, знаете, как вот секторчики такие, где-то узенькие, где-то широкенькие, через один, через два, как-то вот так вот он их распределяет, да, и получается вот у вас уникальный какой-то код именно за счет этих штришочков по кругу стоящих, да. Вот, это и смотрится симпатичненько так, не так вот, как эти QR-коды, которые, ну, вот сейчас много где используются, я понимаю, что это очень технологичная вещь, но я когда их вижу, у меня просто вот, ну, никакого эстетического удовольствия не вызывает вот это вот черные пятна вот эти, да. Вот такие кругляши, они вроде как могут быть и в центре с вашим логотипом, и они, ну, довольно уникальные получаются и позволяют распознавать. Поэтому, да, QR-коды используются, и в том вот примере с исторической игрой, где я говорила, там тоже, там буквально даже не QR-код, как бы прям штрих-код был, то есть шире, уже там и так далее, просто на каждой карточке такой ход уникальный только для этой карточки, и тогда становится понятно, что так, карточки, у нас битва, там, вот этого князя с вот этим, да, или битва за вот эти земли, за, там, за Литву, да, или еще что-то. Так, есть ли в печатной или электронной книге? Можно ли свистать эти кнопочки в формате PDF? А ну вот тут и оно, что можно. Вот, допустим, тот же Zepwork, да, что он делает? Вы-то эту картинку создали, он, пожалуйста, скачивайте теперь, вставляйте куда угодно. Тетрадочку в раздаточку, на слайд вставляйте, да, без вопросов. То есть просто, по сути, получается, вы сцену создали, на эту сцену он, он для этой сцены генерирует код, картинку уникальную, а дальше делать техники. И, по сути, если вы для своего раздаточного материала, да, для слайдов своих или еще что-то, вот просто зашли один раз, озаботились, вот этот, слушайте, 30-дневный бесплатный триал, да, который, ну, 30 дней – это очень много на самом деле. Выделили время, там, в день по какому-то элементу перевели себе, да, если у вас уже все готово, вот у тех, у кого много уже электронных уроков и так далее, как мне жаловались люди, что, ну, вот я ссылки вставил туда-сюда, они не переходят, не смотрят, потому что там отслеживают по сайту, что очень мало кто по ссылкам приходит. А давайте вспомним, как мы с вами ходим по ссылкам. Вот, вспомните себя, это что должно случиться, чтобы вы на ссылку кликнули? Это как-то там должно быть мотивационно, прям важное-важное, чтобы вы кликнули, понимая, что, господи, вы в этом окне еще не все изучили, а сейчас вас еще в какое-то отправляют. И вы это окно, из которого вы выходили, теряете. А там еще какая-то ссылка. Мне нереально, вот люди рассказывали, что трудно работать с информацией, потому что, когда увлечен, когда твоя тема кликнул на одно, на вторую, на третью, на четвертую, потерял три предыдущих, забыл уже, что там было. Здесь, что появляется? У нас перед вот этими зап-кодами, да, и вообще вот этими метками наведения мобильника еще нету вот этого страха. Это, наоборот, пока еще прикольно. Да? Перестанет это быть прикольно, еще что-нибудь придумают. Это уже не тот разговор, да? Сейчас уже есть, вон, когда экран сам, сам камера и считывает тоже игру видела, где тебя на бой карате вызывают. И ты стоишь перед телевизором вообще без ничего. Потому что телевизор, камера, он тебя считывает, твои движения, и ты там рукой делаешь, твой персонаж рукой делает. Понимаете? Вообще уже ничего не надо. Все, телевизор только конкретный нужен. Да, он пока дорогой, но это слово пока, оно ключевое. Вот. То здесь уже возможности, как я говорю, знаете, это как раз, я люблю про такие вещи рассказывать перед учителями и перед преподавателями в вузах. Почему? Потому что там много людей креативных, которые, увидев такую возможность, обязательно постараются ее использовать. А поскольку не всегда они могут себе позволить какие-то дорогие платные решения, то вот из этих бесплатных они выдавят, ну, такой, ну, то есть, на такое оно придумывают, что тебе, может быть, и в голову не пришло, будь у тебя это все, ну, на блюдечке, да. А тут, когда ты в режиме ограничения ресурсов, то ты из этих ресурсов выжимаешь какой-то максимум. Я в свое время была поражена, просто потрясена, когда попала в 12-м году на Академию преподавателей Google в Москву, да, в московский офис Google, и я тоже получила такой значок Google Certified Tissure, но, скажем так, там просто школьные учителя, они меня порвали, я уехала, у меня в планшете вот эти заметки, да, которые можно добавлять, он у меня на два скроллинга, два экрана планшета этих заметок, я оттуда увезла, это идеи инсайтов, приемов, которые обычные школьные учителя выдавили из Google сервисов, это фантастика какая-то. Поэтому, коллеги, я вас призываю, у меня время уже заканчивается, я вас призываю подумать, посмотреть, поинтересоваться этим вопросом, да, проблемы есть, пока еще. Да, очки дорогие, да, все даже специалисты с хорошим зрением, они такие, как я, говорят, что долго в них не походишь, устаешь, невозможно, невозможно, когда ты все время, ну, не в своей реальности, а с какими-то дополнениями. Да, и нужен иногда интернет для того, чтобы этим пользоваться, и приложения приходится устанавливать, какие-то тоже, да. И вообще, смартфон, ты идешь по где-то там, и может подойти хулиган, и отобрать у тебя смартфон. И куча еще можно чего придумать, чего пока еще плохо, да, но это все, ну, как я говорю, дело техники и дело времени. Это не должно стать поводом того, чтобы это не использовать, и не найти этому применения. Главное помнить, что дополненная реальность обоснована тогда, когда она дает возможности, которые не дают другие технологии. Вы не можете все впихнуть в раздатку, а теперь это и не требуется. Вы не можете все впихнуть в слайд, а теперь это и не требуется. Потому что достаточно где-то просто вставить какой-то элемент с кодом. И даже для настольных игр, тоже напоследок приведу пример, мы сейчас с коллегой делаем игру, для которой если бы мы ее делали классически, она, наверное, была бы под силу только корпорациям на покупку, потому что там много карточек, там много каких-то бланков должно было бы появляться, и много чего еще. Но мы сейчас уже придумали концепцию, при которой все, что нам от нее надо, это просто игровое поле и смартфон. Потому что на игровом поле мы задаем зоны, при наведении на которых, то есть там не надо больше стопки карточек из разных категорий, там просто нужно простое приложение, которое очень легко развиваться, то есть мы генерируем ситуации, игра по управлению рисками на проектах, да, вот этих ситуаций проектных бесчисленное количество. Делали бы мы карточками, нам надо было сильно ужаться там в какое-то количество, 50, 100, да, и так далее. Делаем мы распознаванием образов это дело, все, уже мы можем этих ситуаций хоть тысячу, и они будут случайным образом генерируются из большого блока, и сейчас кто знает анатольные игры, когда карточки быстро приедаются, да, или ты быстро уже знаешь, какие карточки, и разработчики игры вынуждены дополнения какие-то постоянно выпускать, выпускать, то есть продукт становится довольно дорогой. В данном случае мы придумали формат, при котором затраты на разработку этой игры, на ее продажу, да, соответственно, она будет удешевляться для потенциального клиента и развиваться бесконечно столько, сколько нужно, это имеет просто игровое поле и несложное в разработке мобильное приложение. Так, презентацию, да, сейчас размещу. Последний момент, еще такой мотивационный, это прогноз. В настоящее время рынок приложений виртуальной и дополненной реальности примерно 11 миллиардов долларов прогнозируется, что каждый год минимум в два раза он будет расти и что в конце 2021 года это будет уже порядка 215 миллиардов долларов, если не больше. Это такой прогноз не оптимистичный, а пессимистичный, то есть, скорее всего, будет больше. Поэтому сейчас очень большая популярность, набирает обороты, ну и, как видите, кто первый встал, того и тапочки. Что касается презентации, сейчас я добавлю ее в ресурсы. Так, вроде бы она уже должна быть доступна для скачивания. Коллеги, есть ли какие-то вопросы у вас от этой дополненной реальности? Вообще тому, что это, насколько это применимо в образовании? на самом деле, хочу так сказать, что в образовании еще конь не валялся, потому что больше всего это, конечно, в играх, в развлекухах, в рекламе, те люди, которые быстренько, быстренько, быстренько побежали и все поняли, что ага, сейчас мы еще вот там, где деньги хорошие можно заработать. В образовании пока это такие, знаете, эстузиастов каких-то что-то сделать, но я думаю, что кто придумает какой-то хороший действительно реальный проект, там и финансирование можно будет хорошее и очень сильно выделиться, потому что это пока еще такие 50-50. Да, в учебные пособия, в справочнике, в глоссарии, то есть везде, где вам надо было вот что-то впихивать, да, где большие объемы и где вы хотели бы обеспечить разнообразие. Мы много говорим о том, что контент, каждый любит, кто-то картинки, кто-то видео, я вижу видео, кто-то аудио, да, и так далее, и как сделать так, чтобы у нас, у студента в одном курсе были все виды. Ну вот, пожалуйста, вставляйте. Анастасия, не хочу комментировать про институции, не имею права моргального, потому что я с университета своего последнего сбежала в 2010-м и больше не буду туда возвращаться, я не знаю, что должно случиться в моей жизни, как я туда вернулась. но у меня там, как говорится, своя история, поэтому с другой стороны, ну, есть институт, а есть и что-то, свои какие-то интересы и можно, никто не не знает это все использовать. Вот, поэтому возможностей очень много везде, а те, кто работает какими-то опасными, да, то есть где надо экспериментировать, где человеку надо потрогать, где он может отравиться, обжечься, упасть и так далее, то там вообще дополненная реальность и виртуальная реальность первое дело, они как раз дают нам возможность безопасного эксперимента, это то, что нужно для того, чтобы лучше погрузиться в тему. ой, любовь, такой больной вопрос, вижу, Андрей, ваш вопрос тоже, ну, кто-то где-то потихоньку обучает, и у нас в Беларуси есть там полтора места, где обучают, я знаю, что очень много этой теме внимания уделяет профессор Морозов Михаил Николаевич в Йошкар-Оле, он вообще один из пионеров в использовании виртуальной и дополнительности у него лаборатория своя есть, очень, они по последнему слову там, я все хочу туда приехать в Йошкар-Олу, добраться до него как-то, вот, сказать, что прям, ну, я думаю, что в самое ближайшее время уже появится, ну, таких много хороших программ, пока, вот, в комьюнити состою, там тоже вот ребята, и сейчас из-за этого вопроса, где учиться, где учиться, ну, 99% ответов, что ребята разбирался по Ютюбу, сам, ну, потому что пока так, чтобы где-то нормальное, качественное обучение, ну, не очень много, где мало возможностей, вот, но я думаю, что это тоже дело времени, не знаю, год-два, потому что рост популярности этого направления, ну, просто огромный, причем, за дополненной реальностью говорят, что даже больше будущего, чем за виртуальной. Значит, по поводу Аурасма, значит, Аурасма, я сама в ней ничего не пробовала делать, только вот смотрела там и уроки, и вебинары какие-то, да, по Аурасма, мое впечатление такое, вот, для того, чтобы какой-то тоже, вот, быстрый вход, понять, что такое метки, как их создавать, что такое хорошая метка, плохая метка, то есть, для вот такого быстрого погружения, простое приложение, без там, каких-то супер-купер-навороток, вот, Аурасма в этом плане очень хороша. А там дальше уже, ну, дело техники, да, то есть, хотите чего-то большего, то может быть, сейчас, понимаете, просто уже этих средств очень много создается, вот, это зап-от, да, увидела, мне даже чуть побольше понравился, потому что я всегда смотрю с позиции, что я буду преподавателей своих этому обучать, да, или там кого-то, кто попросит, я всегда смотрю порог входа, то есть, это долго, трудно, или это очень быстро, можно раз-раз-раз-раз-раз-треклик разобраться, зап-орк мне в этом плане очень понравился. Да, платный, конечно, но, но и на бесплатном варианте можно много чего сделать. Коллеги, еще есть вопросы какие-нибудь? спасибо, Гульнара. Пикин, может, замечательный, но очень кашлючий, я уже, если честно, я не сдерживаю, чтобы не это, но я больше не буду, я когда-нибудь живы, здраво, отлично, коллеги, спасибо большое вам за внимание, за работу, будут вопросы возникать, пишите, есть почта, есть скайп, ой, ну, тем более, как удачная, удачная дата для моего вебинара, день российской науки, хорошо вписалась, вот, ну и до новых встреч, всего доброго, я, наверное, передам тогда слово Павлу, передам тогда слово. Елена, спасибо огромное, вебинар был классный, я его с удовольствием послушал, не знаю, возможно, ты поколебала немножко мои сомнения в применении этой технологии в обучении. Я старалась. Да, 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 вот, я думаю, что все, все наши участники тоже получили большое удовольствие от этого вебинара и, по крайней мере, задумались о вот этих вот новых технологиях, за которыми возможно будущее. я, кстати, напоминаю, что когда у нас в начале января ввел вебинар Иван, ой, бог ты, может, забыл, какого фамилия, из Южно-Сахалинска, Травкин, совершенно верно, как я мог забыть, он тоже упомянул эту технологию, но немножко в другом контексте, он говорил, что сейчас уже так пытаются учить, например, пекарей, чтобы, и при этом сокращают вхождение нового человека в профессию, там, примерно с 12 часов до 4, когда он надевает очки и сразу начинает работать, и ему прямо по ходу дела подсказывают, что делать, как делать, как, что делать руками, куда это все класть и так далее. Вот, эта технология, разумеется, очень интересная, очень классная, хотя ее социальные последствия еще предстоит оценить нам, потому что много чего из этого следует интересного. Ну что ж, всем спасибо, приходите на наши будущие вебинары, я постараюсь, хотя это и не просто, приглашать к нам спикеров уровня Елены, вот, так что следующие вебинары будут тоже интересными, встретимся в новых вебинарах Директ Академии. Всего хорошего. Спасибо.